Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Город с иголочки. В Анапе идут работы по благоустройству. Мусору вторую жизнь. На курорте прошла экологическая акция. Где живут лучшие хуторянки, выясняли на конкурсе в станице Анапской. А сейчас обо всем подробнее. 2500 малышей появились на свет в Анапе в прошлом году. Демографическая ситуация в нашем городе по-прежнему характеризуется высоким уровнем рождаемости. О политике в сфере здравоохранения говорили в администрации города-курорта. С каждым годом все больше малышей рождается в анапских семьях. По показателям демографической ситуации наш город в лидерах. Анапа с 2007 года стабильно занимает ведущие позиции в Краснодарском крае. И ходит пятерку лучших муниципальных образований с положительным естественным приростом населения. Сохраняются эти позиции благодаря работе высококлассных специалистов и достойной медицинской базе учреждений здравоохранения, которая совершенствуется с каждым годом. В 2013 на базе детской городской больницы Анапы открыто отделение второго этапа выхаживания новорожденных. Квалифицированную медицинскую помощь получили уже более 200 малышей. Впервые за 32 года со дня постройки проведен капитальный ремонт фасада здания родильного дома. 2015 год обозначен президентом России как год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Должны быть намечены действенные профилактические мероприятия, подчеркнул глава Анапы Сергей Сергеев. В их числе Дни здоровья. Мы просим врачей выходить, иметь сестер, средний персонал, выходить в выходной для себя день в субботу и ехать к людям. Не люди к нам, а к людям. Мы уговариваем, приходите. И чем моложе будет контингент приходить на День здоровья, тем больше будет пользы. Ранняя диагностика. Об эффективности Дней здоровья говорят и врачи. Выявленные случаи тех или иных заболеваний позволяют оперативно принять меры и не допустить развития тяжелых патологий. Полезная практика проведения Дней здоровья на курорте продолжается. Анапа активно готовится к 70-летию Великой Победы и предстоящему курортному сезону. В порядок приводятся улицы. К ремонту готовятся памятники военной истории. Подробности у нашего корреспондента. На улице Ивана Голубца вовсю кипит работа. Здесь устанавливают новые бордюрные камни. Специалисты предприятия «Римстрой» уложат бордюры протяженностью 1200 метров от проспекта Революции до улицы Новороссийской. После ремонтных работ также будет проведено асфальтирование дороги. А в сквере боевой славы начались подготовительные работы перед реконструкцией. На данный момент производится снос аварийных зеленых насаждений, обрезка деревьев, демонтируется старое плиточное покрытие и ведутся подготовительные работы по устройству автоматического полива. Сотрудниками предприятия «Зеленстрой» будет реализован ландшафтный дизайн-проект с установкой системы автоматизированного полива зеленых насаждений. В сквере планируется замена плиточного покрытия, установка световых и малых архитектурных форм. Капитальный ремонт ждет и братские могилы на улицах Протапова и Ленина. Во всех сельских округах будут приведены в порядок мемориалы и памятники военной истории. Все работы по благоустройству завершатся до 5 мая. Внушительные штрафы за захламление территории заплатят владельцы точек общепита на Пионерском проспекте. Нарушение правил благоустройства выявили сотрудники муниципального контроля и управления торговлей и потребительского рынка. На пересечении Пионерского проспекта и гостевого проезда расположены три сезонные точки общепита. Собственники коммерческих объектов разные, а нарушения правил благоустройства одни и те же. Захламление прилегающей территории. Владелец столовой придорожка рекламировал обеды, приготовленные по-домашнему, а возле вывески и внутри кафе – горы мусора. Теперь предприниматель заплатит штраф. В ходе ежедневного мониторинга было выявлено административное право нарушения. По захламлению прилегающей территории на гражданина составлен административный протокол. Владелец ресторана «Творянское гнездо» тоже поплатится. Специалисты управления муниципального контроля уже предупреждали собственника о необходимом наведении порядка. Но предприниматель проигнорировал замечания. Специалисты направили коммерсанту уведомления о месте и времени составления протокола, о правонарушении. Пакет документов направят на рассмотрение административной комиссии, где определяют сумму штрафа. Владелец кафе «Казаново» сразу отреагировал на предупреждение. Трава на газоне скошена, мусор убран. Коммерческие объекты сезонные, но содержать в порядке и сами точки, прилегающую к ним территорию, необходимо круглый год. За нарушение этого элементарного правила наказание рублем. Спаси дерево, сдай макулатуру. Ребята со всей страны, отдыхающие в Федеральном детском центре «Смена», приняли участие в сборе макулатуры, картона и пластиковых бутылок. Благодаря активистам из 40 регионов России, победителям различных экологических проектов, в самом центре города выросли целые горы вторсырья. У жителей благодаря детворе появилась возможность сдать ветхие книги, картон, пластиковые бутылки и пакеты. Все то, что мы привыкли считать мусором, на самом деле ценный ресурс. Активисты взвешивали принесенную макулатуру. Победители смогут посетить завод и своими глазами увидеть переработку вторсырья. И это еще не все. И школа-победитель получит набор экологического пособия «Климатическая шкатулка по изменению климата». Этого пособия еще нигде нет. Мы первые его привезли сюда, в Краснодарский край. Он был подписан министром природных ресурсов в Донске. Гимназия «Аврора» не смогла пропустить такую акцию. Всю собранную макулатуру школьники принесли для спасения деревьев. Дома у меня бумага вся нужная, все читаемое. Вот у моего дедушки на работе было много макулатуры, поэтому он принес ее. И я решил собрать и принести. Мы собирали бумагу, старые журналы, книжки, пластиковые бутылки, чтобы сохранить как можно больше деревьев. На экологическое движение обращали внимание не только дети. Взрослых не меньше интересовал вопрос, как спасти планету. А в завершении акции маленький сюрприз от лагеря «Смена». Ребята устроили флешмоб с зажигательными танцами, развлекая прохожих и обращая внимание на свое движение. Любой желающий мог присоединиться и выучить новый танец. Для тех, у кого накопился большой объем сырья на утилизацию, организована автомобильная доставка. Они могут привезти в город Новороссийск в пункт приема вторсырья. Либо позвонить по телефону в нашу организацию, и мы вывезем наши машины, наши ребята вывезут. По окончании акции собранное вторсырье отправится на переработку в Краснодар, где пластик превратится в тротуарную плитку, а макулатура в новый картон и бумагу. Собери мусор, спаси планету! На Анапских дорогах праздничный патруль. Ежегодно 8 марта стражи порядка поздравляют женщин-водителей с праздником. Подробности в сюжете. Улыбающийся постовой жестом призывает остановиться. Сегодня вместо нарушителей правил дорожного движения останавливают женщин. Растерянный взгляд и мысли, что же я нарушила, в раз меняются улыбками. У заместителя командира взвода ДПС Артема Орлова в руках Роза и поздравительная открытка. Поздравлением присоединился настоятель храма Умиления Божьей Матери. За полчаса сотрудники роты ДПС поздравили десятки представительниц прекрасного пола. А вот сотрудники отдела ГИБДД Анапы дарили в этот день женщинам целые букеты тюльпанов. Исполняющий обязанности начальника ГИБДД ОМВД России по городу Анапа Алексей Говоров лично вручал дамам открытки и весенние букеты. Пожелать вам здоровья, увыдок и не нарушайте правила дорожного движения. Спасибо. Неожиданно. Сотрудники патрульных служб и автоинспекции единогласно отмечают, что женщины-водители обычно аккуратно ведут себя на дороге. Однако аварии с их участием, увы, тоже не исключение. Вместе с поздравлениями всем женщинам-автолюбителям пожелали быть внимательными за рулем. Самое обаятельное и привлекательное в Анапске определили победительницу конкурса «Мисс Хуторянка». За звание бороли жительницы всех сельских округов, расскажет Рината Кадырова. Участницы предстали перед жюри во всем своем величии и красоте. Соревновательная программа включала несколько этапов. Девушки демонстрировали наряды «Хуторянки», рассказывали о себе, своих увлечениях, пели и танцевали. Представляю свой наряд, для кого нет, у всех подряд. Это пласти, эксклюзив, весь мир отмечает. У каждой участницы свой девиз и цель в жизни. А подготовленные заранее видеоролики должны были рассказать как можно больше, ярче и красочнее о жизни хуторянок. Мария Толкунова уже не в первый раз участвует в подобном конкурсе. Мечтает стать актрисой театра и кино. Я люблю сцену, я люблю, когда на меня смотрят, обращают внимание. Люблю общаться с конкурсантками, которые участвуют со мной. Конкурс объединил талантливых, красивых и амбициозных девушек. Для меня, прежде всего, это творческий конкурс. Я вижу, что здесь очень достойные соперницы, они очень сильные. Но будем стараться все победить. Я уверена, что каждая пришла сюда за победой. Без подарка не останется никто. В этот раз победительницы получили то, что пригодится в хозяйстве. Мультиварка, пароварка и блендер. Спорту массовость. Одиннадцатый год подряд в Анапе проходит спартакиада, трудящихся в рамках краевой программы развития массового спорта. Былинные богатыри, они не только в сказках. Они живут вокруг нас, ходят на работу в костюмах. Ежегодная спартакиада трудящихся их преображает. Например, начальник управления по делам молодежи легко разбирает и собирает автомат Калашникова за 43 секунды. В этом году спартакиада посвящена 70-летию Великой Победы. Соревновались в военно-прикладном нагоборе команды районных спортивных школ, сельских округов, вузов и доказывали своими результатами, что спортом важно заниматься не только детям и подросткам, но и в любом возрасте. Я считаю, что обязательно нужны такие мероприятия. Они развивают у молодежи патриотизм, физическую культуру, спортивность. Развивают, соответственно, спорт – это здоровье. Как семечки, патроны падают на брезент. Нужно на время снарядить магазин. Самые сильные – на перекладину. А самые быстрые демонстрировали бег на ускорение в полном боевом облачении. И не только мужчины. Татьяна Волкова в спартакиаде участвует третий раз. Она не имеет отношения к военному делу. Она детей воспитывает, но… А воспитатель должен все уметь. И детей воспитывать, и полы мыть, и также в таких вот мероприятиях участвовать. Я опять показала то, что я умею. Значит, я как на всех наравне с мужчинами могу это почувствовать. Очень нравится тем, что свои силы можно показать. Также целый год я бегаю, тренируюсь у нас на стадионе, поэтому очень даже интересно. Результат спартакиады удивил. Военные заняли командное третье место. Второе завоевала команда спортивной школы номер один. А победили команда управления по делам молодежи Анапы. Лучшие спортсмены представят Анапу на краевых соревнованиях. И это все новости на сегодня. Передаю слово Наталье из Мозговой. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Завтра в Анапе ожидается переменная облачность с прояснением. Днем уже совсем тепло, до плюс 15. Город преображается. На улицах появляются яркие пальто и куртки. А солнечные улыбки на лицах прохожих – еще одна особая примета этого времени года. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника ТРИЗЕ. Чтобы зрение не подводило, пора пройти комплексную диагностику в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Пусть ваше настроение будет весенним и солнечным, независимо от погоды. Считаете, что раньше вы видели лучшее? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в анапском подразделении ТРИЗЕ. По телефону 30 310 Крымская 242. ТРИЗЕ. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова